Что привело к возгоранию древесины на базе недалеко от поселка Харанжио на Братского района, также предстоит выяснить. Но сегодня спасатели почти весь день были заняты тушением этого крупного пожара. Его опасность заключалась в том, что из-за порывов ветра огонь мог перекинуться на населенный пункт, в котором проживают почти 700 человек. Но, к счастью, возгорание удалось локализовать. Также пожарные спасли от огня более 37 тысяч кубометров готовой продукции. О возгорании штабелее леса высотой 12 метров стало известно рано утром. Огонь захватил 40 тысяч квадратных метров. Расстояние от базы с древесиной до поселка всего 3 километра. Первыми прибыли добровольные пожарные. Они попытались столкнуть горящие бревна в воду тяжелой техникой, но бульдозеры не смогли подойти к ним. Из-за высокой температуры понадобилась дополнительная помощь. В район направлена техника Братского пожарно-спасательного гарнизона. Расстояние до поселка более 170 километров. Погибших и травмированных нет. Из города Иркутска в поселок Харанжино вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с аэромобильной группировкой главного управления. Вертолет оборудован водосливным устройством для тушения пожара с воздуха. В итоге экипаж вертолета Ми-8 вылил 90 тонн воды. Для этого совершили 18 сливов. На месте работают следователи и оперативники. Они установят причину пожара. Свою проверку также проводит прокуратура. С огнем продолжается борьба и в лесах региона. Но пока безуспешно. За сутки площадь возгораний увеличилась в полтора раза. Сейчас горит почти 76 тысяч гектаров. Хотя еще вчера огнем была охвачена 47. Сложная ситуация в Катангском районе. Там по-прежнему действует режим ЧС. Полыхают 22 пожара площадью 42 тысячи гектаров. Поэтому на территорию дополнительно направили еще 60 человек парашютно-десантной пожарной службы. Абадайбинский район страдает из-за дыма от пожаров. К нам в редакцию обратились местные жители. Они сообщили, что в районном центре плохая видимость. В администрации сообщили, что даже был перенесен утренний рейс из Иркутска в Бадайбо. Продолжение следует...